И с тобой здравствуйте, это Укролайф с Людмилой Немири, и мы продолжаем наш эфир, и мы очень рады, что сегодня с нами на связи Эрик Найман, я хочу напомнить, что он учредитель и управляющий компанией ХАКС. Эрик, здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Доброе утро. Эрик, как человек, который вот уже два года делает потрясающую рубрику у себя на Фейсбуке, это «Хроники пикирующей России», которые я всегда с удовольствием читаю, и я думаю, что у вас очень много уже просто поклонников этой вашей рубрики. Но это вы делаете такие хроники, это значит постфактум, это значит анализ того, что случилось вчера, происходит сейчас. А сегодня я хочу попросить вас подумать немножечко о завтра. И традиционно, как мы всегда делаем это в декабре, подумать о том, каким может быть следующий 2024 год, исходя из всего-всего, что вы так детально, внимательно, скрупулезно вот все эти годы отслеживали. Это, мне кажется, можно чуть позже будет издать книгу этих хроник, и мне кажется, она просто будет бесценна, потому что многое-то уже подзабылось. И когда вот возвращаешься к этим вашим хроникам, думаешь, неужели такое быт-то вообще? Да, хронику издадим в виде электронной книги, снабдим видео и фотоматериалами. Но это история, и ее мы будем писать уже после окончания войны, а не в ходе войны, потому что все-таки эмоции. Чтобы говорить о будущем, немножко нужно вспомнить прошлое. Год назад мы с вами встречались, и там я делал такой прогноз, что у России на 2023 год только два выхода. Это сдаться, либо стать вассалом Китая. К сожалению, произошло наиболее вероятное событие. Россия стала вассалом Китая. Российский пример сейчас чаще ездит на поклон к Путину, к Си Цзиньпину, а не к Путину. Ну и вот эта интеграция, сваливание России под Китай, ну оно стало фактом. И то, против чего Запад так долго боролся, потому что, на мой взгляд, они боялись трогать и вообще заигрывали с Путиным, потому что боялись его дружбы с Си Цзиньпином. Но де-факто они не смогли на это никак повлиять, и произошло то, что произошло. Поэтому российская экономика все еще пикирует. Вот это вот мы как бы все ждем, когда же она спикирует и найдет свое дно, а потом начнет пробивать второе дно. Там частично это, конечно же, происходит, но это больше касается потребительской экономики. Но Россия зарабатывает огромные деньги, продавая свои ресурсы и в Китай, и, к сожалению, в Индию. В Индию тоже они продают, при том, что Индия, хотя является идеополитическим другом скорее, и Украины, и США, и Запада. Но в России достаточно ресурсов для того, чтобы покупать втридорога различные комплектующие, переводить экономику на военный лад, и она активно переводится на войну. Да, уже у них появляются из-за этого проблемы в гражданской экономике. Но эти проблемы, во-первых, пока еще не носят системный характер. И тут, чтобы гражданская часть экономики стала похожа на Советский Союз, для этого должно пройти, к сожалению, несколько лет. Советский Союз столкнулся с проблемами в 1985 году и рухнул только через 6 лет. Вот здесь серьезных даже каких-то потрясений для российской экономики пока еще не началось, потому что цены на нефть высокие, а Китай и Индия продолжают покупать нефтегаз. Даже Европа на самом деле тоже покупает нефтегаз. Вот там мы видим, как активно торгуют Венгры, Словакия и ряд других стран. Поэтому украинская экономика все еще сильна, к сожалению, и у нее есть внутренние проблемы, но они недостаточны для того, чтобы ожидать, что в 2024 году российская экономика рухнет и все, и они сдадутся. Нет, произошло переформатирование. Россия вассал Китай, с этим нужно уже считаться как с фактом. Эрик, давайте тогда пойдем дальше, потому что вы очень много говорили и о российской экономике, и о мировой в целом экономике тоже, и вот как это связано на самом деле с геополитическими процессами. Как вам кажется, вот эти истории, которые говорили о том, что для Китая начинается не очень простой период, насколько они будут отражены в следующем 2024 году, и как это может сказаться на геополитике. На геополитике, чтобы больше привязать Китай к Западу, или наоборот, чтобы Китай больше отходил от Запада, тем более, что мы знаем, что приближаются выборы на Тайване, и вот мы ждем их просто в январе, и очевидно, что это будет одна из очень таких важных мировых новостей, тем более, там целый регион сейчас замер в ожидании, что как могут развиваться события, и даже вчера мы говорили с экспертами по Тихоокеанскому региону, они говорят, что даже в Южной Корее происходит серьезная дискуссия о том, что будет, если Америке придется вступить в какие-то военные действия, защищая Тайвань, как могут развиваться события, и что должна делать тогда, как поступить Южная Корея. Очень много разных таких непростых решений. Ну, для того, чтобы всегда прогнозировать будущее, нужно опираться на то, в чем уверен. Потому что мы, когда идем в будущее, мы идем как бы по болоту, по таким кочкам, которые не очень стабильные, и если тебе не на что опереться, то результат будет, ты утонешь в собственных прогнозах. Что является фактом? Китайская экономика находится в депрессии. Это факт. Это уже депрессия полноценная, потому что нулевой экономический рост, и он поддерживается за счет нечеловеческих усилий вливаний госбюджета, который пытается различными фискальными монетарными методами спасать то одну, то другую часть китайской экономики, но она разваливается просто на глаза. Второе. Это низкая инфляция. У них цены не могут расти, и падает, стабильно падает спрос со стороны западных экономик, выводятся инвестиции из Китая. Фондовый рынок Китая за прошлый год, ну вернее за уходящий, за 23-й год, упал на 13%, при том, что весь остальной мир, наоборот, вырос там в среднем на 18-20%. То есть это совершенно разная динамика, геометриально противоположная. И вот Китай, это уже происходит, рынок недвижимости, у них падает уже два года, 22-й, 23-й год он уже падает, и конца и края тому пока нет. Нет совершенно рецепта, как показывает пример Японии, но они в этом состоянии находились более 10 лет. На самом деле даже еще до сих пор переваривают, это состояние уже 30-й год пошел. Поэтому китайская экономика, вот она падает, она в депрессии. Коммунистическая власть осознает неспособность, ну то есть если они попытаются ее спасать классическими методами, то у них только два выхода. Допустить массовые банкротства, а тут риск социальной нестабильности. Потому что люди, китайцы, потеряют деньги, гигантские деньги, они увидят, как их недвижимость обесценивается там в разы. И последствия социальных протестов в Китае для китайской власти непредсказуемые. Китайский бунт тоже бывает жестоким. Второй выход рыночный был бы, это сценарий Японии, но в условиях дружбы с США, геополитической дружбы с США, что сейчас не получается и даже они не хотят. Они не идут на политические переговоры. Встреча Байдена и Си в Сан-Франциско по сути завершилась ничем. Это было ни о чем. Ничто ни о чем. Хотя было столько ожиданий, правда, Эрик? Да нет, ну больших ожиданий на самом деле у политических аналитиков не было, потому что к этой встрече не были готовы документы. То есть обычно, когда идет встреча, перед встречей готовится целый пакет документов, который уже на самой встрече подписывается. Потом идет совместная встреча с журналистами и победной реляцией с обеих сторон, как мы победили врага и о чем договорились с нашим другом. Такого пакета документов не готовилось, поэтому никто от встречи ничего не ждал. Это просто чуть-чуть растопить лед. Но это больше было так. Даже дуновение ветерка, зим, весенний ветерок холодной зимой. То есть там холодная зима, в отношениях она была, есть и остается. И в следующем году, наверное, сохранится. Потому что китайская власть не идет ни на какие смягчения в своей позиции. И вот в этой ситуации мы вкатываемся в январь 2024 года, когда состоятся выборы на Тайване. Если побеждает прокитайский кандидат, Китай будет ждать, когда мирным путем проглотит Тайвань. То есть они пойдут мирным путем и никакой эскалации не будет. Если побеждает антикитайский кандидат, вот тут у китайской власти может сорвать крышу. Потому что они могут выбрать второй путь выхода из кризиса. Ну это, условно говоря, выход из кризиса в кавычках. Потому что его последствия, можно же выйти из кризиса вниз в могилу, а можно действительно выйти. Начав в апреле полномасштабное вторжение на Тайвань. Ну у них два окна. А почему в апреле? Почему в апреле? Там климат позволяет спокойное море. И можно спокойно переправиться из континентального Китая на остров Тайвань. Не попадая под этот ветер Камикадзе, который уничтожил в свое время японский флот, который пытался захватить Китай. Ну там другие, конечно, проливы, другие моря, но суть та же самая. Апрель или октябрь? У них два окна с точки зрения климата. Поэтому если январь побеждает прокитайский лидер, то к апрелю китайские влади... Вернее, если на Тайване побеждает антикитайский лидер, то к апрелю вполне возможно китайская власть примет решение напасть на Тайвань. К этому моменту, конечно же, и Северная Корея, вот они уже отдали приказ, готовятся к войне. Учитывая, сколько они оружия сейчас поставляют в Россию, для войны России против Украины, то для России на самом деле это будет возможный негатив, потому что уменьшится поддержка в виде оружия со стороны Северной Кореи. И с другой стороны они могут ожидать, что сократится поддержка Украины со стороны Запада. Поэтому Россия тут в данном случае является пассивным актером. Просто объект, уже объект, а не субъект в данном случае. Поэтому, да, январь у нас будет такой интересный и он может быть первым тревожным звоночком на 2024 год. А таких тревожных звоночков в 2024 году, к сожалению, может быть очень много. То есть мы даже можем не представлять себе весь масштаб всего, что может произойти плохого, а может быть и хорошего. Потому что тут же не нужно думать, что всегда-всегда все происходит только плохое. Нет, к счастью, для нас, для человечества происходит и хорошие иногда дела. Ну давайте и о тревожных звоночках, и о хороших делах, которые, возможно, тоже продолжим разговор. Не знаю, еще там, наверное, важное событие, это, наверное, все-таки выборы в Америке. Да, вот, как тут, как связана экономика, политика, геополитика. Здесь, я не знаю, это можно Украину вспомнить и все прочее, правда? Да, я как раз недавно читал одного из ведущих американских аналитиков-экономистов. Ну, он аналитик, он аналитик, он аналитик макроэкономики США. Один из ведущих, он там в топ-5 точно входит, причем уже не одно десятилетие. И Эдгер Дэни его зовут. И меня немножко обеспокоила его интерпретация. И я понял, на мой взгляд, почему американцев такое отношение к войне и к поддержке Украины. Интересно, очень интересно. Для них война России против Украины является региональным конфликтом. Так же, как и борьба Израиля против Хамаса. Вашингтон делает все от него зависящее, чтобы не допустить выход с локального на региональный уровень Израиль-Хамас. То есть, не допустить повышения градуса, расширения конфликта с локального на региональный. А что касается России и Украины, то их задача не допустить повышения регионального, когда воюют две страны, на континентальный уровень. И поэтому они помогают Украине ровно настолько, чтобы Украина не проиграла. И все. И поэтому дают оружие, которым не позволяют бить по территории России, потому что они просто опасаются перехода это уже с регионального уровня на континентальный уровень. И я так понял, что вот как раз читая аналитика совершенно по несвязанному с войной Украина-Россия вопросу, он смотрел именно на американскую экономику, говорил, что у нас все будет хорошо. Я понимаю, что у них все будет хорошо. То есть, до тех пор, пока вот эти конфликты находятся на этих точках и не происходит эскалация на более высокий уровень, что Израиль-Хамас, что Россия-Украина, и там тем более нет войны никакой на Тайване, то в американской экономике все в этом плане будет хорошо, спокойно. Для Байдена, тут же тоже, когда мы читаем опросы американцев о том, что их беспокоит, 90% случаев их беспокоят дела в США. Ну, то есть внутренняя политика, об этом идет речь. Даже не политика, а просто экономика, цены на заправку, цены на курятину, дефицит какой-то продукции, стоимость страховок, стоимость домов, то есть обычные экономические вопросы. К сожалению, США сейчас находятся в стадии богатства, и это за этой стадией следует обычно нежелание вмешиваться в какие-то внешние, далекие проблемы. Они их не волнуют. То есть благополучная жизнь, ее хочется просто сберечь и не вмешиваться куда-то еще. Об этом идет речь. И вот на это, конечно же, давят трамписты в первую очередь, и у них очень сильный электорат. Но демократы тоже вынуждены играть в эту игру. Им тоже не нужны никакие сложности. У меня сначала были ожидания, что выборы в США в ноябре, и Байдену было бы выгодно завершить войну России, Украины к ноябрю. К выборам, да. Вот мы тоже так, помните, говорили, ожидали, как логично было бы, наверное. Но я когда смотрю на опросы, я понимаю, что если, например, в США будет снова скачок инфляции, то независимо от дел России и Украины, Байден проиграет выборы. То есть для него сейчас на первом месте это низкие цены на нефть и бензин. А чтобы низкие цены на нефть и бензин, это нужно, чтобы все было спокойно. И поэтому мы смотрим совершенно дикую реакцию, когда явинские хуситы обстреливают американский военный флот. И тот почти не отвечает. Они просто боятся пошевелить. И они сейчас в США в позиции слабого. Они в позиции... Вот эта демократия же не всегда сила. Демократия – это частая слабость. И автократические режимы, они свою силу, что им не нужно смотреть нам, что думает народ. Им по барабану, что думают люди. Они нарисуют. Они сами расскажут, что думают люди. И объявят, а кто против, то против того будут жесточайшие репрессии. Вот демократия такого себе позволить не может. Демократия слаба. И я немножко не согласен с посылом, что мы находимся в ситуации биполярного мира. Что противостояние Китая и США идет. На мой взгляд, мир перешел в противостояние трехполярного мира. Третий полюс – это кто? Третий полюс – это национализм, который поднимается на глобальном уровне. Мы его пока видим точечно. И вот этот национализм, этот проект национальных государств, именно его пропихивает Путин. Он поддерживает Лепен. Он поддерживает альтернативу для Германии. Этих нидерландских националистов. Венгерских националистов. Словацких националистов. И прочая-прочая его задача, чтобы национализм, глобальный национализм победил. Это тот же самый продолжение проекта Советского Союза. В Советском Союзе не было социализма. И не строили там социализм. Тут я сейчас не хочу туда сваливаться в спор. Но это был один из, наверное, фундаментальных споров Мао и Сталина. Почему дорожки Китая и Советского Союза в свое время разошлись. Но сейчас они тактически объединились. И Украина в данном проекте оказывается на границе трех войн, по большому счету. И в этом самая главная сложность. Потому что изначально мы как бы были на границе двух миров. Демократия и Азия. Но Азия неоднородна. Есть Азия националистическая и есть Азия социалистическая. Ну как бюрократическая скорее. И вот этот же разлом начался сегодня и в США. У них большая доля рыночной экономики, которая их скрепляет. Это снова в США. Это рыночная экономика. Это рыночная демократия. Рыночная демократия сегодня должна была бы защищать себя по всему миру. И мы когда рассуждаем о выборах в США, о США, мы смотрим глазами рыночников. Купи, продай, выгодно, невыгодно. Мы понимаем, мы как бы, мы думаем, что США выгодно поддерживать Украину, чтобы победить Россию. И мы не учитывая, что когда начинается разлом по трём социалистические идеи, они в нас глубоки. Они в нас, это борьба за справедливость. Бедные там живут бедно, потому что богатые богатеют. И вот там это большая проблема. Из-за неё демократы в основном. Есть националистическая история. Свой, чужой. Нам ваши проблемы там где-то далеко вообще по барабану. Это республиканская аудитория. И получается, что вот три центра силы, рыночная экономика, социалистическая и демократическая, накануне выборов, вернее, националистическая, накануне выборов вот эти три центра силы начинают разогревать внутри США. Им вообще не до Украины. Вот от слова, вот совсем не до Украины, к сожалению. Потому что у них настолько внутренняя повестка горячая, мы не знаем, какие США будут в январе 25-го года. Это вызов 24-го года. Вот будут выборы. А кто на них пойдёт? А пойдёт ли на них Трамп? Потому что байденовская команда пытается выбить, не допустить до выборов. Тогда идёт Байден на выборы. Если не получается, и Трамп всё-таки идёт на выборы, тогда байденовская команда будет вынуждена искать срочно замену Байдену. Потому что он проиграет Трампу с большой вероятностью. Или там 50 на 50, ну это такая, это орлянка. То есть почти любой кандидат выигрывает у Трампа, кроме Байдена. И почти любой кандидат, вернее, и почти в любом случае Трамп побеждает Байдена, если будет прямой противник. Вот это такой замес, которого не было, я даже не знаю когда. Ну, я не специалист в американских выборах, но я такого не видел ещё. Поэтому то, что в прошлых выборах было взятие Капитолия, и это было уникальное событие, то это может оказаться цветочками на фоне возможных будущих противостояний в США. Не зря и Netflix, и ещё какая-то компания выпустили фильмы. Один про гражданскую войну, а второй про то, что в Америке пропадёт интернет и мобильная связь на два дня. Или там, ну короче, пропадёт, вообще пропадёт. И уже из-за этого там начнутся какие-то непонятки. И это два фильма, которые Netflix выходит в декабре, а второй выходит в марте или апреле следующего года. И это накануне выборов, и это понятно, что это, возможно, демократическая повестка, которая говорит, вот если голосуете за Трампа, то будет у вас гражданская война, и будут вот такие проблемы. И люди, напуганные этим, пойдут голосовать за демократов. Возможно, там такая история идёт. А может быть, какая-то другая история. Ну, по крайней мере, у них выходили подобные фильмы в 80-х годах. Их, к сожалению, очень редко, сложно даже найти. Но были такие фильмы. Но это было 40 лет назад. А теперь опять. И ещё такой элемент я добавлю. Это физика. Это то, что я точно знаю. Солнечная активность имеет циклы 11 лет. Это статистика уже накопленная лет за 200, наверное. И пик солнечной активности будет в 2025 году. То есть, та солнечная активность, которую мы сегодня там читаем, вот там вспышки на Солнце, метеозависимым там голова болит и так далее, то в следующем году будет хуже. В конце следующего года будет хуже. Представляете, когда у вас по всей планете выборы, и ещё эти солнечные вспышки, а плюс какие-то возможные ещё потрясения там в экономике или там климате, потому что это влияет на климат. Тёплая зима, на мой взгляд, только потому что солнечная активность растёт. Я видел больше исследований за влияние Солнца на Землю, чем за влияние человека на Землю. Извините, мы такие маленькие на фоне Земли, что наше энергопотребление – это просто слёзы и копейки. А вот Солнце влияет, оно производит такое количество энергии, с такой активностью, что мы за тысячу лет такого ещё не производили. «Пока». Может быть, будем когда-нибудь, но пока мы не дотянулись до Солнца от слова совсем. И это то, что нас неизбежно ожидает в следующем году. Ну, то есть, 2024 год будет такой спортивный. Вот интересно, Эрик, вы сказали, что раньше мы были на границе демократии и Азии. Хорошее такое у вас определение. А теперь мы на границе трёх войн. Вот когда есть дилемма, это как бы сложная история. Но когда появляется какой-то третий вариант, то тогда, может быть, ситуация решится более проще, нежели когда есть только два выбора. Не знаю, почему-то мне пришла в голову такая идея. Это, конечно, не история, когда там направо пойдёшь, налево пойдёшь и прямо пойдёшь. Наверное, это не об этом. Нет, к сожалению, всё с точностью наоборот. Есть книга «Задача трёх тел». Самая известная китайская фантастика, ну, наверное, вообще за всю историю китайской фантастики. «Задача трёх тел» есть. Китайский уже сериал вышел, Netflix его тоже снимает. Но говорят, книга лучше. Я смотрел кино, я не читал книгу, некогда не читать книги такие. Но те, кто читали, говорят, очень интересно. И эта история базируется на известной физической задаче, которая признана, доказана, как нерешаемая в общем виде. Когда есть три взаимодействующих объекта в космосе, то невозможно рассчитать траекторию движения между ними. Ну, в принципе, мы не можем. То есть в частных случаях рассчитывается, а в общем нет. Вот книга «Задача трёх тел», она как раз показала мир инопланетный. Три соляриан, у которых три солнца, которые хаотически появляются и исчезают. И они пытались всё вычислить. Календарь. Когда же произойдёт следующее? Ну, мы по календарю живём. Мы знаем, что вот сейчас зима пройдёт, наступит весна, мы посадим картошку, осенью её соберём, а летом будем собирать пшеницу, кукурузу и рапс, ну и так далее. А представьте, мы не знаем, когда посадить, а когда собирать. И вот такая же проблема. У меня тут же возникла аналогия, аналогия, что мы оказались в мире три соляриан только политическом, даже геополитическом. Когда у нас три солнца вот этих, три центра силы, это же наши внутри. национализм, он внутри нас живёт, потому что мы все так или иначе националисты, мы хотим, чтобы мы, ну, чёткое определение, свой, чужой. Мы все за справедливость, и в то же время мы хотим жить хорошо, потому что только рыночная экономика нас делает богаче. И вот мы как бы, и в нас это борется в различной комбинации. Поэтому мы жили в простом мире. Рыночная экономика, глобализм, всё товар, люди товар, информация товар, всё было просто и понятно. Тут оказалось, что нет. Китай разбогател благодаря рыночной экономике, и теперь у него появились другие амбиции. Если бы они были только, размышляли о своём поведении только в концепции торговли, их поведение было бы другое. Они бы дружили с Западом, они ссорились с Западом, но они выбирают путь бедности благодаря какой-то своей идее. На мой взгляд, социализм – это попытка переделать других. А если не получается переделать, ну тогда они сами виноваты. Мы их пытались, а они не смогли. У Путина своя история, какая-то безумная, но это их мир, свой-чужой. Видите, они там, что сейчас у себя в стране своей делают? Там свой-чужой меняется буквально. Голая вечеринка прошла, у них всё. Сейчас рекламодатели думают, кто теперь будет рекламировать товары, потому что все селебрити теперь чужие стали мгновенно, а ещё вчера были свои. А вот интересно, можно, Эрик, тут небольшой нюанс? Я, вот Эрик Кох написал «Интересное наблюдение», я обратила внимание. Он сказал, что то, что сейчас происходит вот с этой историей, с этой голой вечеринкой, так называемой, это ведь попытка обвинить все эти селебрити российские в том, что теперь они враги. Он говорит, потому что не осталось уже каких-то других врагов. То есть раньше либералы были враги, теперь их там нет, кто посажен, кто выехал и так далее, и так далее. То есть для Путина нужно постоянно искать каких-то врагов, и круг этих врагов всё время сужается, это значит, что он будет искать всё более новых и новых. То есть это репрессивная машина, я так понимаю, закручивается всё сильнее и сильнее. А, как я понимаю, все эти селебрити, они же, наверное, имеют значение русских, да, они смотрят, слушают, не знаю. Это вот, казалось бы, ерунда, да? Почему мы должны вообще об этом говорить на фоне всего происходящего в Украине? Но вот это вот, с другой стороны, это, наверное, показатель какой-то, правда? Да, это симптом. Но тут нужно понимать, мы противостоим не Путину. Мы противостоим коллективной, мощной, силовой машине в России. в которую входят ФСБ и другие организации. Я думаю, там во главе как бы всего этого ФСБ, но там наверняка есть и другие силовики, которые встроены в эту систему, и у них нет рыночной экономики. Олигархов давно всех поставили по струнке, и они теперь даже не бизнесмены, они просто смотрящие. Простые люди, ну, они просто там животные уже, ну, то есть живут, смирившись. У них такого не было, ну, возможно, в 30-е годы, там, сто лет назад, примерно, там, 37-й, там, 39-й год, возможно, тогда это было, ну, тогда мы это можем сейчас только оценивать из глубины истории. Если у них, смотрите, список, это Уруэлл, просто почитайте Уруэлла 1984, вы увидите мир национализма изнутри. Вот там свой-чужой это делается за 5 секунд, и чужой это сосед, который не так посмотрел, почему-то включили сердючку, враг и так далее. То есть, это вся система, и она у них, это даже хорошо, потому что эта система, она рано или поздно себя сожрет, потому что невозможно жить в этом экстазе, когда ты везде, в любом, во всем видишь врага, и когда-нибудь у них наступят 60-е годы, там, вот теперь, только это будут, это будет не скоро, скажем так. Им придется пройти много стадий еще и открыть много про себя нового, но этот процесс у них, он только набирает обороты, только набирает обороты. Я поэтому всем россиянам, которые там пытаются еще жить, говорю, ребята, у вас только, чем раньше вы убежите оттуда, тем с большей вероятностью вы спасетесь, потому что в любой момент закроют выезд, любой, у которого загранпаспорт будет объявлен врагом, потому что он не вернулся, ну и так далее, то есть там этот процесс, и это коллективно, это не Путин. К сожалению, мы уже прошли, на мой взгляд, стадию, что вот Путин умрет, и там что-то поменяется. Может быть, даже он умер, может быть, он уже в холодильнике, но это ничего не поменяет, потому что вся силовая машина сейчас там настроена на войну, они по-другому уже не могут. И когда Запад пытается с ними либеральничать, это величайшая глупость, они не понимают, что там уже монолитное зло, его можно только уничтожить, договариваться с ним невозможно. Это проблема, конечно, это наша проблема, в том числе ты не можешь начинать решать проблему, пока не осознаешь, в чем она. Вот наша задача, я думаю, что те выпуски, которые вы снимаете, вы с разных сторон подсвечиваете вопросы от разных людей, и в сумме, может быть, появится какой-то пазл. Ну да, и он такой, знаете, есть немного пазлов, таких круглых, круглые такие пазлы, большие, крупные, а есть много-много мелких, и вот получается много-много мелких собирается как-то, крупными не получается. Наверное, это может и хорошо. Эрик, я правильно понимаю из того, что вы сейчас сказали, что уже в следующем году мы все это почувствуем? То есть нам казалось, что 23-й год, это такое было много движения во всем мире. Получается, что 24-й, это, наверное, раз в 10 больше. Ну, это я так вот навскидку, слушая вас. Думаю, да. 23-й год, на мой взгляд, мы отдыхали. Эрик, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня с нами, очень вам за это благодарны. Спасибо, с наступающими праздниками вас. Спасибо. Вас также. Спасибо. Эрик Найман был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно благодарны. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Спасибо.